Добрый вечер! Уже скандальный, нелицеприятный, где происходили действия 205-й округ, уже мы имеем определенные результаты. Хотелось бы узнать, является ли та ситуация, которая сложилась, неким прецедентом для последующих местных выборов? И как должна была правильно поступить власть в такой ситуации? Возможно, снять обе кандидатуры за то, что происходит? К сожалению, если действительно никто не будет наказан за те фальсификации избирательного процесса, не дня выборов, день выборов происходило относительно чисто и спокойно, а именно до того. Раздачу гречки, различных благ бесплатных, создание сетей, привлечение титушек, измерение журналистов и много-много чего другого можно назвать. Если никто не будет привлечен за это все дело, то, безусловно, это выступит своего рода примером, плохим, правда, примером, но примером для всей страны на выборах 25 октября. Тем более, на выборах 25 октября у нас мы будем иметь тысячи компаний по стране, ни одну к Чернигове. И, соответственно, внимание и СМИ, и общественных активистов будет распорошено намного меньше к этим компаниям. Контроль милиции меньше. И, соответственно, нас ожидает просто повторение, дупликация вот этого Черниговского округа по всей территории Украины, если никто, к сожалению, не понесет наказание. В любой ситуации я считаю, что победителей насправде в выборах на Чернигове не было. Были только пораженные, потому что для победителя этой избирательной кампании это первая победа. Она настолько негативно отобразится все-таки на имидже его, что строить дальнейшую политическую карьеру в ближайшее время будет очень сложно. Кроме того, эта ситуация негативно отобразится вообще на рейтингах власти, потому что если бы эффективно действовала милиция, прокуратура, СБУ, вот этой самой грязной кампании, которую я сравниваю с кампанией Мукачева 2002 года, которая выступила в предыстории к Майдану 2004 года, этого всего бы не было. Просто вот эта бездеятельность, деморализация полной правоохранительных органов привела к тому, что там делал каждый, что хотел. Но это, безусловно, негативно отобьется на власти, но хуже всего, что это повлияет на имидж Украины. Потому что этот имидж, который мы по крупицам собирали после Майдана, страны, которая хочет развиваться в демократическом направлении, страны, которая хочет жить в правовом поле, свергла авторитарного лидера, двигается к европейским стандартам, в том числе и правовыми ценностям. Вот этот имидж серьезно пострадал, потому что такие выборы после Майдана проводить вообще было нельзя. Как только началась такая вакханалия, мне кажется, как только ЦВК вынесло предупреждение 54 кандидатам, 54 кандидата получили предупреждение ЦВК. По-моему, не были все основания для того, чтобы остановить эти выборы, отменить их и назначить новую дату, перезагрузить эту систему. Потому что уже изначально стало понятно, что этот результат, который мы получим на этих выборах, он будет иметь низкую легитимность в любом случае, каким бы он ни был. Действительно, черниговчане проголосовали ногами, продемонстрировали самую низкую явку за последнее время в районе 35-36%. И даже победитель, который тоже набрал в районе 35-36%, в конечном итоге, получается, будет пользоваться поддержкой 10% тех людей, которые могли проголосовать. То есть, делим углубление 30-30%. Это очень плохо в нынешних условиях войны на Востоке, в нынешних условиях существования многочисленных факторов дестабилизации. Вот такая слабая связь между депутатом и этой громадой, между депутатом и его избирателями, это не то, что нужно в нашей стране. Наоборот, надо искать механизмы повышения легитимности, повышения связи и поддержки стороны украинцев любым выборным органам. Наказания никакого не будет? Скорее всего, наказания никакого не будет, потому что, к сожалению, так случилось, что и кандидат во власти так же работал, как и все остальные. То есть, все находились в одном котле, все одинаково замазаны тем варевом, который варился в этом котле. Если кого-то одного попытаться наказать, то, скорее всего, это приведет к валу компромата, к валу информации внутренней относительно того, как и почему так происходили эти выборы. И вот эта дискредитация, общая дискредитация, эта дискредитация пока что не выгодна никому. Мне кажется, что на самом деле, в какой-то мере, на сегодня власть потеряла рычаги управления, это демонстрирует много ситуаций, из-за этого она не принимает решения власти, она пытается создать условия, при которых сама ситуация рассосится. Вот тот же правый сектор на Закарпатье, который растворился в горах Закарпатья. Я прогнозировал так, что будет, так оно и случилось, к сожалению, и много других таких решений, то есть отсутствие решений по достаточно очевидным и однозначным с точки зрения права вопросам. То есть власть боится быть рассекреченной в каких-то вопросах сама, правильно? Власть боится принимать серьезные решения. Власть достаточно слаба для того, чтобы не просто принять решения, а выполнить эти решения. То есть она боится, что если она начинает выполнять непопулярные определенные решения, это вызовет политический кризис глубокий. То есть взаимную дискредитацию, противостояние на улицах, нет механизма эффективного выполнения, к сожалению, таких решений. Но ведь вызывает и кризис, и определенную дискредитацию, еще лучше, несмотря на то, что экономически сложно сегодня жить украинцам. Это те ситуации, когда власть ничего не может отрегулировать. Не ситуация, вот та же в Мукачево, ситуация с выборами, с правым сектором. То есть слабость не всегда хорошо. Постоянно представителям власти говорю, что вы знаете, что украинцы могут многое просить, ошибки, даже какую-то коррупцию, злоупотребление, они не могут просить слабости. Вы должны в этом постоянно помнить. Если вы будете демонстрировать слабость постоянную, то найдутся сильные люди, которые захотят претендовать на эту власть. И вот эту слабость демонстрировать власть ни в коем случае не может, потому что это ее эксклюзивное право на насилие, на силу, на законную силу. Конечно. Мне кажется, чуть-чуть заигрались некоторые политтехнологии от власти и больше следуют каким-то медийным аспектам, масс-медийным, политтехнологическим. Пытаются не влазить в конфликты, но они забывают, что они уже не просто политики, а не власть. И власть это как раз вот этот меч, который рубит Гордеевы узлы конфликта. И она должна быть власти. Конечно. Они должны быть разрублены, по-другому быть не может. Ситуация конфликта, как говорят, то, что произошло в Мукачево, то, что произошло в Чернигове на 205 округе, это противостояние президента и олигарха Игоря Коломойского. Да, безусловно. Люди голосовали не за Березинкой Корбана, а за Порошенко и Коломойского. То есть мы видим это противостояние и по риторике Коломойского относительно губернатора Одесской области. Что происходит? Игорь Валерьевич готовится во власть? Это противостояние имеет несколько фронтов. Кроме противостояния Саакашвили, противостояния на чинистских выборах, и противостояние правого сектора, это и противостояние вокруг Укрнефти, которое продолжается, к сожалению. Я думаю, что просто Коломойский пытается держать Порошенко на крючках, оказывать давление на него, но не критическое давление. Критическое давление он не может на него оказать. Почему? По двум факторам. Во-первых, потому что он недостаточно сильный, чтобы критически оказать это давление. Во-вторых, потому что на сегодня западные партнеры стоят на стороне Порошенко. И если дестабилизировать власть в Украине, Коломойский может попытаться это сделать. Это означает однозначно потерять поддержку тех же Соединенных Штатов Америки, Европы. И позиция Пайта в конфликте вокруг Укрнефти в свое время была очень знаменательна. Он сразу поставил всех на место и сказал, что это право власти принимать такие решения, а олигархи должны отступить. И поэтому это вот такая технология держания на крючке, оказывания давления, неудобного давления, но недостаточно сильного, чтобы это давление переросло в какой-то обвал, условно говоря. Она будет продолжаться. Главные цели Коломойского, они прежде всего экономические. И политические инструменты для него, это просто чисто инструменты. Главная цель, безусловно, это Укрнефть. И вот два новых иска, и в стокгольмский арбитраж, и западные суды, они как раз демонстрируют то, что Коломойский будет за Укрнефть бороться до конца. Ну и будем ожидать дальше развития именно в экономической плоскости этого конфликта. Политические проекты Коломойский финансирует практически все в Украине в той или иной мере. И даже та партия Укроп, которая вроде бы создана ближе всего к нему, это далеко не единственный актив. И даже сам Геннадий Корбан заявил, напомню, что он складывает себе полномочия лидера политической партии Укроп. Я думаю, скорее всего, он готовится к координации всех политических активов. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, он не хочет, чтобы тень черниговских выборов легла на имидж партии. Понятно, рычаги давления со всех сторон на власть. Это достаточно сложно. И международные, и внутренние. На самом деле, именно в международной политике происходит то же самое. То есть стороны пытаются друг друга не продавить, а заставить ошибиться. Оказывая друг на друга давление, ждут чьи-то ошибки. Пока никто не ошибается, поэтому ситуация заходит в такой глухой угол. Как только кто-то ошибется, его все остальные съедят. Сложная игра политика. Вопрос не менее важный, уже вызвавший такую бурю, 30-ти километровая буферная зона. То есть мариупольцы уже начинают переживать, что же будет происходить. Действительно ли отдадут Широкина? Действительно можно предполагать, что западные партнеры призвали Украину сдать какую-то часть еще территории? Так ли это? Или это тоже догнетание определенной ситуации уже и масс-медиа, и обществом? Я думаю, что буферная зона в значительной мере миф. Как было мифом миротворца, мы уже забыли, мы их очень активно обсуждали. Я предупреждал, что это миф изначально. Почему? Во-первых, эта 30-ти километровая зона, которая предлагается, она уже существует. Только она существует для оружения калибром более 100 миллиметров. То есть уже, в принципе, с этой зоны должны были быть отведены эти вооружения. Как они отведены? Это другой вопрос. Безусловно, не все они отведены. Сейчас есть инициатива о том, чтобы вывести с этой зоны 30-ти километровую. Но это, чтобы вы понимали, это 15 километров вглубь территории Украины и 15 километров вглубь территории, которую они контролируют Украину. То есть вот что-то такое 30 километров. И до Мариуполя, от Широкина, 20 километров, чтобы вы понимали. То есть Мариуполь не включается в эту буферную зону. Жителям нечего особенно волноваться. Но, в принципе, отвезти оттуда вооружение меньше 100 миллиметров будет еще сложнее. Потому что это еще меньше и мобильнее вооружение. Это разного рода гранатометы, управляемые снаряды. То есть по большому счету, в значительной мере, это стрелковое вооружение, которое просто носится в рюкзаке, которое очень легко спрятать. Если прячут танки, если прячут грады, то что стоит спрятать гранатомет? Это нереальная, по моему мнению, задача на сегодня. Тем более, сама война поменялась. Сейчас война прошла несколько этапов. Сначала рейдовая война, когда не было цельной линии фронта, захватывали только какие-то населенные пункты. Потом война блокпостов у нас была. Потом фронтовая война. И вот сейчас война диверсионно-разведительных групп. И я вчера в одном из эфиров вставил вопрос генералу армии Розмазнину. А что это поменяет, эта буферная зона? Сейчас в основном работает ДРГ. Какие им дополнительные сложности возникнут? Проникать в тыл войск, минировать коммуникации, обстреливать колонны. Что они сейчас в основном делают? Он говорит, ну вы знаете, в принципе, все равно им будет сложнее, потому что им дольше идти надо будет. Но мне кажется, это достаточно сомнительный аргумент. Больше пока что это пиар-аргумент, но он нужен. Это пиар-аргумент. Объясняю почему. Потому что сепаратисты оставили Широкина. Сепаратисты пытаются оседлать тему миротворчества в зоне конфликта. Они пытаются доказать, прежде всего Германии и Франции, то, что они прежде всего самые главные блюстители минских соглашений. И самое главное, они больше всех желают мира. И вот в дипломатическом плане они начинают по чуть-чуть поджимать, даже выигрывать в каких-то аспектах. В информационном дипломатическом плане в Украине. Это надо переиграть. И власть это чудесно понимает. Поэтому, мне кажется, борьба за миротворчество, борьба за высокий имидж среди сжалоподных партнеров, она является источником такой инициативы. И, безусловно, мы сегодня даже боремся не за деэскалацию конфликта. Мы боремся не за отвод этих вооружений. Это невозможно, я уже это доказал. Мы боремся прежде всего за сохранение высокого доверия со стороны Германии и Франции. Поэтому такие инициативы нужны. Их нужно поддерживать, даже если мы понимаем, что шансов на их реализацию очень мало. А почему возобновились и опять вот такие активные боевые действия? Чего-то хотят добиться, усиление своей позиции? Кто? Элемент давления на Украину, элемент тактики, который называется в политологии тактика тысячи порезов. Элемент тактики, который постоянно создается определенное напряжение, создаются потери, создаются какие-то ресурсные издержки, которые истощают страну. Мы страна с очень плохой экономикой, слабой экономикой, находимся при дефолтном состоянии. И противник пытается сдавать на фронте такое напряжение, которое требовало постоянного выделения дополнительных экономических ресурсов. Что внутри создает бедность, что внутри страны создает политические риски большие. Это тактика тысячи порезов. Во многих местах создаются такие мелкие порезы. И, соответственно, страна истекает кровью. Экономической кровью, физической кровью гибнут люди. И эта тактика будет продолжаться. Тем более сейчас зеленка стоит, у нас деревья, листва. Чудесная ситуация для работы диверсионно-разведовательных групп. Я не ожидаю каких-то больших наступлений до зимы, пока эта зеленка не уйдет, пока позиции станут лучше не просматриваться. Тогда намного удобнее наносить артиллерийские удары, намного удобнее наносить авиационные удары. Этот фактор еще не сыграл, он может сыграть еще в этой войне. И вот тогда возникнут реальные риски для каких-то больших наступлений. Пока что это тактика вот таких мелких порезов. А большие наступления возможны? Если не будет политического решения, а дедлайн у нас есть 1 января 2016 года, я думаю, что, как и раньше, сепаратисты попытаются использовать боевые действия в качестве такого детонатора политической дестабилизации страны. То есть сделать Украине какое-то военное поражение, создать условия для военного поражения, пусть локально, условно говоря, Мариуполь, Славянск, или Лисичанск, или другие, для того, чтобы это вызвало внутренний политический кризис. В свое время в Дебальцево это не удалось до конца сделать. То есть это повлияло на политику Украины, но не удалось до конца сделать, потому что все-таки основная часть военнослужащих успела выскочить из этого котла. Но риски такие сохраняются. А какое должно быть политическое решение, чтобы этого избежать? И как выгодно оно может быть Украине? Мне кажется, что все-таки необходимо понимать, когда-то Макиявелли говорил, что войны начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут. Мне кажется, что все-таки должна созреть ситуация, при которой всем сторонам одинаково невыгодно продолжать войну и одинаково выгодно заключить мир. Вопрос политической реинтеграции этих территорий, он фактически бескомпромиссный. То есть все стороны соглашаются, что Донбасс это часть Украины и должна находиться украинской правовой административной системы. Вопрос глубины автономии этих территорий, вот это дискуссионный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня, в любом случае это компромиссный вопрос, чтобы реально договориться, стороны вынуждены будут пойти друг на другу, уступить взаимно. И пока что амбиции и уровень радикализма и в Украине, и в России, и на территориях так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей, он не позволяет политикам пойти на такой компромисс. Нужно, чтобы еще поменялось чуть-чуть общественное мнение, чтобы уровень радикалов был не 20 или 30%, а стал 10%, чтобы уровень тех людей, которые поддерживают... Во всех странах? Во всех, во всех участников конфликт. Если это будет одностороннее снижение радикализма, то будет происходить наступление с другой страной. Да, безусловно. Чтобы уровень тех людей, которые поддерживают мирное решение вопроса, был не 60%, как сейчас, ну это я социологию Киевского международного института, социологии цитирую, а чтобы он был у процентов 80%, и тогда политики пойдут на компромисс. Политики люди иррациональные, и они следуют тем социальным трендам, которые существуют. Возможно, конечно, это займет очень много времени. И компромисс этот может быть очень медленным, то есть он может быть очень постепенным. Но необходимо понимать, что уже той страны Украина, которой она была в 2013 году, ее уже никогда не будет. То есть уже возникли у нас новые реалии, и нам надо отталкиваться от этих новых реалий для того, чтобы двигаться дальше. Война на Востоке – это не просто якорь, это просто удавка на шее, которая не позволяет Украине никуда вообще двигаться. Пока идет война на Востоке, не будет ни реформ, не будет ни реальных европейских перспектив, ничего не будет. Мы будем страной, которая все время деградирует. Деградирует где-то в направлении Сомали, или в направлении Югославии, условно говоря. И поэтому нам придется чем-то все-таки пожертвовать для того, чтобы остановить эту войну и сохранить для всей страны демократические перспективы. И сохранится ли тогда сама страна? Вот вопрос. Ну, на самом деле сохранится. Страну объединяет не герб, не флаг. Страну объединяет не войска и не правовая система. Страну объединяет единое политическое поле, определенный социальный консенсус, в котором для всех политических сил, для всех политических взглядов есть перспективы принять участие в разделении этого политического перерога. Это называется демократией. Вот страну объединяет демократия, права человека, как бы ни банально это звучало. Все остальное страну может разъединять. Все остальное абсолютно конъюнктурная ситуация. И мне кажется, вот этот демократический вызов построения демократического общества сейчас ключевой для нашей страны. Так Россия же именно невыгодна, это построение демократического общества. и как следствие развития будет мешать именно этому. России невыгодно, но я вам скажу больше, и западные страны на самом деле, да им по большому счету все равно, какой здесь будет режим. Вот абсолютно все равно. Будет ли здесь какой-нибудь мугабый людоед править, или будет здесь демократическая система управления, им все равно. То есть никто железный занавес не отменял на западных границах. Многие страны преследуют свои геополитические амбиции. Им главное, чтобы Украина создавала зону напряженности и была проблемой большой для России, и дестабилизировала Россию. И поэтому это только наш, исключительно наш украинский интерес строить здесь демократическую, а соответственно и стабильную политическую систему, которая позволит нам перестать быть объектом политики, стать субъектом международной политики. Да, уже ушли в такие дебри философские, просто хочется как-то хотя бы подбодрить людей, что в каком-то обозримом будущем, возможно, станет лучше. Коротко вернемся все-таки к вопросам местных выборов. Запретило Министерство юстиции принимать участие в выборах Коммунистической партии. Они все-таки готовятся каким-то образом там участвовать. Это просто какие-то голословные заявления или все-таки... И как же будет с той партией, где Петр Симоненко объединился с Натальей Витренко? С левым блоком. Как раз левый блок может спокойно участвовать в выборах, потому что у него нет названия ни слова о коммунизме. Ну да, да. Мне кажется, что все-таки в этом решении Минюста мало права и много пиара. Во-первых, запретить участие партии, принимать участие в выборах может только суд. Мы знаем, что судебные процессы по коммунистам продолжаются, они не завершены. Поэтому такой запрет, он выглядит малообоснованным, малозаконным. Да, такая норма в законе о местных выборах есть. Но эта норма, очевидно, по моему мнению, противоречит Конституции. Потому что если партия легальна, то запретить партии выполнять свои функции и принимать участие в выборах, это невозможно. Безусловно, это вызовет недоумение и в западных партнерах, это вызовет недоумение в многих других странах, например, в Китае, который сейчас ключевой партнер Украины. Украина вышла на первое место в структуре китайского импорта зерна, для примера, оттеснила оттуда США. То есть это неправильное решение, мне больше напоминает пиар, тем более оно не может быть выполнено де-факто. И существуют многие механизмы, как его обойти. Я уверен, что коммунисты подадут в суд. И все-таки пойдут на выборы. И суд части обеспечения этого иска, скорее всего, может принять решение о приостановке этого решения Министерства юстиции. Коммунисты могут переименоваться в любой момент. И, кстати, левый блок станет партией. Коммунисты могут сделать ребрендинг, в свое время сделала социалистическая партия Мороза. И назваться не коммунистами, а самыми хорошими социалистами, условно говоря. То есть настолько много механизмов, как обойти этот запрет, поэтому мне этот запрет, конечно, он все-таки очень сильно попахивает пиаром. И даже вброс его в пятницу после обеда, в самое такое пиар-время, уж очень мало связывает его с государственной реальной политикой. Тем более, мне кажется, что все-таки это решение вредно. Коммунисты на данный момент имели рейтинг в районе 2%, меньше 2%. То есть изначально... Да, то смысла нет и запрещать. И смысла нет запрещать, если ты хочешь что-то уничтожить, забудь об этом. Просто забудь об этом. И оно само сойдет на нет. А это получилась чудесная рекламная кампания. Власть фактически таким образом назначила главных своих оппозиционеров. Вот самые главные оппозиционеры. И многие люди, которые не поддерживают коммунистов, но исключительно из-за радикального голосования и плохого отношения к власти, могут теперь проголосовать за коммунистов, за эти левые силы. То есть я уже говорил, что я бы на месте Петра Симоненко заплатил бы Петренко, чтобы они приняли такое решение. Лучше пиар-компании сложно даже придумать. Поэтому неправильно это решение. Часть электората, кроме того, это радикализирует. Нам не нужна сейчас такая радикализация. Нам... Если человек не имеет возможности отстаивать свои взгляды в рамках легальной правовой и политической системы, он начинает ориентироваться на другие политические правовые системы. То есть это источник сепаратизма. И мне кажется, на сегодня действовать надо абсолютно в другом ключе. Спасибо большое, Руслан, за интересную беседу, за то, что были у нас в студии. Напомню, у нас в гостях был Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. В студии работала Наталья Шкляр. Это была программа «Актуальна». Оставайтесь с нами. Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента. Субтитры создавал DimaTorzok